Ну, допустим, вот люди вокруг вас плохо себя ведут. Но внутри же должно быть удовлетворение человека, внутри, в сердце. Смысл жизни находится не в родственниках. Смысл жизни — это природа, любовь к людям и Бог. Вот это же смысл жизни. А вы ищите в близких отношениях смысл жизни. А там нет смысла жизни. Там есть только служение. Вы должны отдавать туда, но вам нечего отдавать. У вас сердце находится в отчаянии. А из-за того, что вы там ищете, продолжаете искать. Я же вам сказал, что надо от всего этого отказаться. Отказаться не означает уйти от мужа. Это безумие для женщины вообще. Женщина должна жить в отношениях, а не одна. Зачем ей одной жить? Ну, вот вам больно, потому что вы ждете. Вот если я ничего не жду от кого-то, что мне будет больно? Вам надо научиться молитве, начать спортом заниматься, бегать по природе. Ну и легче становится. Значит, вы это внешне все делаете. Внутри ничего не работает. Нет. Я помолился, у меня в сердце легко стало свободным. Ну, хорошо, давайте будем от противного идти. Хорошо, допустим, вы не будете проводить все дни в уединении. Что будет лучше? Вы же с ума сойдете вообще тогда в отношениях. Ну, значит, это не выход, получается. Вот если вы погружаетесь дальше в отношения, которые приносят боль, то вы точно их разрушаете тогда. Так может тогда больше уединения и восстановления сил, чем разрушать все. Вы поймите, что вот это все страдания идут только от вашей веры. Вы ждете счастья от этих людей. В этом ваша проблема. А надо им отдавать счастье. Это разные принципиально разные вещи. Вот не ждать, а отдавать. Но если вы всю жизнь отдавали, служили, тогда они все становятся удовлетворены. Вот если я кого-то кормлю, рано или поздно он такой наелся. Понимаете? Ну, то есть кормлю, это означает, я кормлю. А если я как бы после каждой ложки говорю, тебе вкусно? Когда он замучается, так и есть. Ничего вы не услышали. Вы не понимаете, что ваша проблема находится не в этих людях, а глубоко в вашей вере. Вы верите в отношения. А отношения — это просто то, что надо отдавать. В это нельзя верить. Вы, ну, это не называется наказанным. У вас все нормально в жизни. У вас нормальный муж, нормальная мать, нормальный сын. У вас, да... У вас, да... Ну, ничего, вот он в депрессии был, тоже сейчас выходит из нее. Просто неправильное представление о жизни. Это вера называется. Вы верили в отношения. А надо вот идеализировать, верить в Бога. Надо верить в природу, верить в Бога, понимаете? А если вы в это верите, значит, это дает вам счастье. Понимаете? Если вы в это верите, дает счастье. Надо верить в людей, людей надо верить. Но не в близких людей, а вообще в целом в людей. Это божественное. А близкие люди — это ваша судьба. Ну, это не может быть. Ну, значит, у вас такая судьба, значит, вы замучили в прошлой жизни всех. И теперь вас мучают. Закончится? А это никогда не начиналось. Вам надо просто поменять веру. Вы меняете меру, и вы прямо сейчас становитесь счастливы, потому что вы просто им всем будете служить, вот как Золушка. Она же была счастливой. Она была счастливой, но ее все там дубасили вокруг, горали на нее там, все гоняли. А она такая, а-ля-ля-ля, а-ля-ля-ля. Почему? Потому что она не верила в людей, она верила в служение. Она обо всех заботилась. В результате отработала карму, получила принца. Теперь у меня к вам вопрос. Вот, допустим, Олег Геннадьевич, да? Вот, вроде бы так, ну, должен вообще счастье приносить, да? Допустим, я живу с вами, да? Как вы думаете, вы меня выдержите, нет? Если честно, мы все время не выдержим. Мы еще не выдержим. Но если даже меня вы не выдержите, то на что вы рассчитываете? Все думаете прямо, мужчины должны, какими они должны быть, чтобы вы были счастливы? А-а-а, мандаринчики. Здорово. Спасибо. Будьте, настройтесь на служение людям. Означает терпите их недостатки. Служение начинается с терпения. Надо принимать сначала. Примите сына в молитве. Примите мужа. Примите мать. Когда всех приняли, они сразу успокоятся. Как только человека принимаешь, он сразу успока... Успокоился человек, истерик уже нет. Уже жить легче. Вы их бунтуете, вы не принимаете. У вас бунт внутри. Потому что вы хотите лучше, чтобы они были. А надо их сделать лучше. То есть надо им служить, чтобы они успокоились. Когда человека принимаешь, он сначала успокаивается. Потом дальше становится благодарным. Когда он становится благодарным, постепенно начинает меняться. Вот такой процесс. А вы хотите, чтобы они сразу стали лучше. Потому что вы верите в людей. Это Бог. Он всегда хороший. Вот какой ты хочешь, он такой и будет. Но люди, они не такие. Они вот какие есть, такие есть. Их надо сначала принять такими и такими. У вас хороший сын. Хороший муж. Хорошая мать. Муж добрый человек. Ну такой, такой он добрый, такой, как бы снисходительный. Чего? А как? Да потому что вы его задолбали. Вот представьте, сейчас меня кто-то задолбает, я буду добрый или нет. Сын у вас честный такой, искренний человек. Я говорю, да. Потому что сына-то вы видите лучше, потому что Бог вам дал это видение. А мать у вас такой, у нее сильный такой характер, крепкий такой. Но она тоже очень хорошая. Я всех вижу, все хорошие. Но вы хотите, чтобы они вам приносили счастье. А Бог хочет, чтобы вы им счастье приносили. Ну ничего страшного, у них такое развитие. Ну хорошо. Ну хорошо, замечательно. Вот вы не даете материального счастья. Ничего страшного. Они требуют, потому что у них такое развитие. Ничего страшного, улыбайтесь, желайте им счастья в сердце. А? Ну вот, что кушать? Чтоб кушали, надо что-то давать, значит. Муж-то работает, нет? Ну, кто не работает, тот не ест. Вы же знаете, как бы, систему. Пусть, значит, ест то, что заработал. Строгость тоже важна. Это тоже вид любви, строгость. Ну вот, строгость, значит, надо жить отдельно. Драки? Значит, надо жить отдельно. Я кидать. А? Я кидать. Вы кидаете спину. Надо жить отдельно, значит. Это лучше будет, отношения наладятся, когда люди живут отдельно, но не бросают друг друга, отношения налаживаются. Ну, давайте вы вот, девушка. Садитесь. Я хочу рассказать большое спасибо. Садитесь. Садитесь. Как слышно? Вас уже очень вернули? Когда-то уходило в Ваши встречи, когда-то приходило? Ну, меня не обязательно постоянно слушать. Есть много хороших людей. Я благодаря Вашим векциям в Ваши встречи, Мужчану Старенко, я тоже благодарна за это безнадежно. Ну, вопрос. Какой-то у меня, потому что он муж, я велел за мной женщины, я очень долго себя поверялась, я забываю на развод. Я работаю. Все как ты хочешь. Что ты хочешь, что ты хочешь? Нет, не то, что поймите, что как бы, ну, все зависит от того, человек, для чего живет. Вот мужчина с возрастом, он видит, что жена уже в половых отношениях ему уже не удовлетворяет, и он начинает искать молодых. Это у многих мужчин бывает. То есть мужчина или развивается как Личность и приходит к Богу, или он с возрастом начинает больше разбираться в женщинах и начинает гулеж у него пошел, гулеж. Ну, то есть это у всех мужчин одинаково, понимаете? Или он развился как Личность и идет к Богу уже, или ему нужны новые, новые, новые женщины. Вот он сейчас пошел по рукам. Поймите, отношения не имеют такого значения. Я вчера говорил, имеет значение развитие Личности. Помните, мы вчера это обсуждали очень серьезно. Отношения, совместимость, все стоит на втором месте. На первом месте стоит развитие Личности, а его Личность развита слабо. Поэтому как вы можете улучшить отношения, если у него другие интересы в жизни, они не соответствуют возможности восстановить отношения. То есть вы уже сделали свой путь, прошли, но он не может вернуться, потому что у него есть желание наслаждаться женским телом. А вы его уже не наслаждаете, ему нужно молодое тело женское. Вы поймите такую вещь, что вы сейчас не думаете «до свидания» или «здрасте». Вы просто утвердитесь в себе. Станьте независимы от мужчин. Станьте сильнее всего этого. А потом дальше, когда вы станете сильнее, у вас появится выбор. Сейчас у вас нет выбора, потому что вы зависимы от человека. Причем человека не развитого. А надо зависеть от Бога. Когда вы начнете хоть чуть-чуть от Бога зависеть, у вас появится выбор. Если выбор такой, или вы как бы с нас живете дальше, или вы хотите, если семью, тогда тоже это возможно. Но для этого надо настроиться, дарить счастье людям, а не копаться внутри себя. Надо стать сильной и как бы дарить людям счастье. Найдете еще кого-нибудь. Но опять же то же самое. Надо развивать человека. Вот для чего семейная жизнь? Нужно развивать близкого человека. Если он не развился и пришел до определенной точки, то дальше он начинает искать себе новую жизнь. Потому что наслаждение друг другом, оно постепенно тает в жизни. Все меньше и меньше. И когда оно растаяло совсем, что вместе жизнь? Люди расходятся. А если они живут для чем-то более возвышенного, тогда они не расходятся, а начинают другую жизнь вместе. А этот человек, он не развит, он уже может к вам вернуться, вы свой путь проделали. Но даже если вы сейчас его притянете к себе и он придет назад, то как вы будете жить? Его желание же не поменялось. Он хочет девушек молодых. А? Ну вот как он будет опять искать женщин все молодых? И что будет так жить? Вот вам это надо? Ну зачем тогда? Может быть оставить это все уже? Спасибо. И больше того, если вы его оставите, он сам потянется к вам. Потому что сейчас пока вы его тянете, он отталкивается. Как только вы в себе утвердите, все потянется. Потому что вы путь проделали, между вами очищена дорога. Спасибо. Вам надо просто сейчас перестать требовать от Бога возвращения мужа. Спасибо. И тогда уже вы увидите, если его потянет, и он захочет, тогда надо ставить условие, что мы хотим, надо жить по-другому, развиваться. Если он это условие принимает, значит тогда все поменяется в жизни. Просто если человека тянуть, он никогда не придет. У вас просто так по природе устроено, что вы не видите, что надо делать. У вас в судьбе нет видения, что вам надо делать. Вам нужно просто найти людей, которые будут вам советовать. Вы же меня не будете всегда искать. Вам нужно того, людей, которые бы вам сказали, вот это, наверное, хорошо. Вот это плохо. Или молитвой узнавать, что делать. Потому что вы безудержный человек. То есть вам захотелось то, поехали туда. Захотелось все, сделали все. Ну то есть у вас нет тормозов в этом плане. Вот. А не всегда человек должен делать то, что неблагоприятно. Надо прежде чем шаг какой-то делать, нужно хорошо понять, какие последствия из этого будут. А вы в последствиях не думаете. Вот смотрите, у вас очень сильный характер, сильный характер. И сильные правила, принципы внутренние. Есть три типа людей. Есть люди безразличные ко всему. Вы не безразличный человек. Есть люди, которые считают правила выше людей. Это вы. А есть люди, которые считают людей выше правил. И вот когда человек достигает внутренней возможности ставить людей выше правил, тогда в этом случае у него появляются друзья. Потому что никогда в ваши правила никто не впишется. Потому что вы ограничиваете возможности отношений тем, что вы требуете. А человек должен прощать, терпеть, учиться, принимать. А у вас очень сильный характер. Вы как бы, вы не можете ни принимать, ни терпеть, ни прощать. Вот в этом надо сейчас над этим трудиться. Потому что как только вы сможете это делать, у вас появятся друзья, появятся отношения. Но сейчас вам надо духовно развиваться. Вам надо стать сильнее. Потому что у вас сильный. Понимаете, когда характер сильный, то должен быть также сильный разум. Характер это энергия ума. У женщины и так само по себе. У всех женщин сильный характер. У всех женщин. Он сильный сам по себе. А если еще разум не справляется с характером, тогда человек склонен совершать поступки, которые приводят его к проблемам, к страданиям. То есть он просто идет и делает поступок, какой он считает нужным. А дальше уже последствия. Ну то есть, чтобы так не было, нужны старшие. Нужны люди, которые вас будут предупреждать, что так не надо делать. Для того, чтобы были старшие, нужна вера. Когда человек веру обретает какую-то в Бога, ну какая вам нравится, какую вы принимаете, то тогда постепенно в этой вере появляются наставник, старшие, которые могут что-то посоветовать. Понимаете, вам не надо сейчас идти в отношения равных. Эти отношения у вас еще не скоро появятся. Но у вас есть одна уникальная черта. Вы уважаете старших. Несмотря на то, что с родителями отношения не получилось, но у вас есть уважение к старшим. Поэтому вы слушаете мои лекции, принимаете советы. Вот это вас и спасет в жизни. То есть, если вы найдете себе старших друзей, те, которые будут вам советовать что-то, то это потом приведет вас к устойчивости внутренней. То есть, вы станете сильнее своих поступков и желаний. И тогда с этого момента у вас появятся друзья уже. Женщина всегда опирается только на окружение. Есть мужской разум, есть женский разум. Мужской разум опирается на свою силу внутреннюю. Так устроено просто, такое устройство. А женский разум на свою силу опираться не может. Он опирается на силу знания, на силу общественного мнения, на силу окружения. Поэтому для женщины окружение крайне важно. Крайне важно. Не просто важно. Иначе она вот как пушинка в море, понимаете? То есть, она не знает, как ей жить. У нее нет как бы прибежища, пристанища. Но именно для вас, вот некоторые опираясь на друзей выплывают, женщины, подружек. Некоторые выплывают, опираясь на младших. Да, это уже неплохо. Это уже неплохо. Но вам надо научиться опираться на старших именно в личных отношениях. Для этого нужна вера сначала. Потому что пока веры нет, где найти старшего? Просто человек какой-то говорит, я старший, я тут, меня молния по голове ударила, я стал мудрецом. Нет, это неправильное мышление. То есть, старшим человек становится внутри какой-то религиозной формации. Допустим, есть христианство, есть мусульманство, там и так далее. Надо найти свою формацию религиозную. Найти там старших. Они вас будут помогать, вам идти. Но самое главное, не ищите фанатиков. Если вам будет человек говорить, уйди там из дома, живи в монастыре, брось работу. Это значит, этот человек не достоин быть наставником. Потому что наставник, что он делает? Он человека адаптирует к тому, к той жизни, к которой человек хочет жить. Вот вы хотите замуж, хотите детей, хотите хорошее положение в обществе, хотите успеха в жизни, сильно вы хотите. Это все хорошо. Это ваша жизнь. Вам Бог все это даст. Но для того... Если они не то, почему они любят, это в России. Да? То есть, это может быть старшие друзья какие-то. Или просто, друзья, которые развиваются, работают над собой. Вам такая дружба нужна, потому что у вас до этого был опыт дружбы развлекательной. То есть, это бары там, все эти вот понты. И вот, как бы у вас, вы такую дружбу уже получили, она вам не помогает, потому что это все поверхностно. Теперь вы хотите дружбу глубокую, да? Это вам не надо, да? Ну вот, а сейчас я разговариваю с девушкой. Девушки, вот кому вам эта девушка нравится? Кому вам нравится вот эта, с кем, кто бы вы хотели с ней дружить? Вот примерно ее возраста. Ее возраста. А вон девушка сидит, вон там, длинные волосы, да, вот вы, да. Идите к ней, подойдите, познакомьтесь. Встаньте, встаньте. Вот и она встала, все, вот вам будет хорошо дружить вместе. Идите с ней, знакомьтесь. Да? А? Я вижу, что у вас получится от машины. Все. А? А вот еще одна, вот тоже хорошо, вот еще с ней. Идите тоже с ними, знакомьтесь. Да? Идите, идите, друг другу помогать будете. А? Не, просто познакомьтесь, обменяйтесь телефонами. Вон, идите, пока они, как бы, идите, общайтесь. Вон девушка, поднимите, встаньте, которые, вот вы подходили, встаньте опять, вот подойдите к ней, вот пускай она с вами, она любит дружить со всеми. Какая она с вами дружит? Ну, я хочу сказать, как вы можете быть нужны на расстоянии? На расстоянии? Да. Просто добрые слова, смски, добрые слова и молитва. Это, ну, в основном. вы имеете ввиду, что отношения есть, все, просто судьба так разделила вас, да? Да, сейчас я поднимусь. Добрые слова, контакт сильный, потому что не давайте ему зависать одному, то есть, постоянно, контакт, контакт, потому что, как только мужчина один остается, он начинает о других женщинах думать. Не пускайте его ум в свободное плавание, напоминайте о себе постоянно. Это ваше, ну, женщина в основном думает, что он сам пусть звонит. Нет, это ваш мужик. Как бы, это наша корова и мы ее доим. Вот, то есть, надо вам звонить ему, вам звонить, терпить его, терпить постоянно, потому что мужчина не сквозен к отношениям вообще в целом. Если он от женщины уезжает, он забывает все. А она должна теребить его, теребить, и он таким образом будет в контакте и не будет думать о других женщин. Это главное, что надо делать. Плюс, добрые слова, счастье, признание любви и молитва. Но у вас сейчас другая ситуация. Вы побиты, расстоянием, то есть, расстояние вас начал убить и вводить депрессию. То есть, это означает, что вы не справляетесь с ситуацией. То есть, у него появляется все больше возможностей уйти от вас. Вы не справляетесь. Это ощущение означает объем работы. То есть, объем работы преодолевается с помощью молитвы. Вот молитва сделала так, что ощущение пройдет, вот как женщина взяла и сделала так, что ощущения нет. Хотя муж уже ушел. Она взяла и это ощущение убрала, а потом и убрала плохие отношения. То есть, все это просто судьба, понимаете? Люди часто думают, что судьба это что такое не поднездвижимое. Допустим, человек уходит и все уже, ничего не сделаешь. Это глупое мышление. Судьба это просто энергия, которая разлучает. Ее можно преодолеть с помощью Бога. Когда человек с Богом контактирует, эта энергия уменьшается, уменьшается, потом ее вообще исчезает и все. И так человек побеждает судьбу. Вот сейчас между вами встала эта энергия. Нам нужен контакт с Богом, чтобы она уменьшилась, а не контакт с разочарованием, отчаянием и депрессией. Если человек входит в отчаяние, значит он проигрывает жизни. Можно же проиграть, а можно выиграть. Вот допустим, вы приходите к врачу и он вам говорит, у вас коленки больные, теперь надо меньше ходить. И если вы ему поверили, значит все, вы стали инвалидом. Почему? Потому что так устроена жизнь. Если человек начинает доверять тому, что ему надо меньше ходить, меньше быть на солнце, меньше дышать, меньше быть на природе, значит все, он становится трупом. Точно так же человек чувствует, ой, у нас что-то разлучает судьба. И поверил в это, значит разлучит. Ну то есть все зависит от вас. Если вы как бы начинаете молитву и говорит, нет, нас не разлучит судьба. Разумно, я все поняла. Судьба приковывает к проблеме. И человек, прикованный к проблеме, становится несчастным, удрученным. а чтобы побеждать судьбу, надо отковаться от проблемы. Вот вы сейчас прикованы к проблеме, постоянно об этом думаете, вот 24 часа в сутки, что у нас что-то плохо все, мы разлучены. И чем больше вы об этом думаете, тем хуже становится. И придет время, и вообще одна останется. А надо наоборот, всех любить, о всех заботиться в это время, всем желать счастья. и верить, ты только верь в нее, в мою любовь. Не омрачай любовь плохими мыслями. Верь в нее, в мою любовь. Не омрачай. Понимаете, почему человек омрачает? Потому что он не справляется, потому что у него не хватает собственных сил. Есть два типа людей. Одни опираются на собственные силы, а другие опираются на Бога. Тот, кто опирается на собственные силы, когда плохой период наступает, он думает, ну все, сил нет. Значит, что? Сдыхать? Тот, кто опирается на Бога, он просто идет в храм и набирается сил. Идет на природу и набирается сил. Идет к людям, набирается сил. И для этого во все это надо верить. Понимаете, надо верить в людей, верить в природу и верить в Бога. Скажете, я верю, можно проверить. Допустим, вы устали. Да? Усталость. Человек устал. Что вы делаете? В то и вы и верите. Если вы идете бегать на улицу, вы верите в это. Если вы смотрите телевизор, верите в телевизор, значит. Если вы сплетничаете с подружками, значит верите в сплетни. Ваш тот человек верит, то он и делает, когда он устал. А, конечно, вера бывает поверхностная, глубокая. Допустим, мы послушали лекции и поняли, надо идти на природу. А вера внутренняя говорит, смотри телевизор. И в этот момент нужен контакт с теми людьми, которые имеют подобную веру. Вы звоните подружке или друг говорит, слушай, что-то я не могу себя заставить выйти побегать. И друг говорит, допустим, друг говорит, иди бегай, а то помрешь. И бросает телефон. И ты берешь, идешь и бегать. Но подружка так не скажет. Она скажет, пойдем побегаем, на тебе ты, все нормально. И ты тоже вдохновляешься и идешь. Ну, то есть, мужчина одним вариантом действует, женщина другим. То есть, есть женское общение, есть мужское. Они разные. Но идея одна и та же, что есть люди, которые вдохновляют, есть природа, есть Бог. Но если человек не может себя вдохновлять никак и просто приковался к проблеме в сознании, то он обречен. Вот возьмите и вырвите препятствия в ваших отношениях с мужем из своего сердца и победите судьбу. И сделайте так, чтобы он вернулся к вам. раз Бог вам сделал испытание, пройдите его испытание, а не впадайте в депрессию. Депрессия это признак лени души. Вот, допустим, Бог сделал вызов вам, вызов. Вызов такой-то вот. Муж может уйти. Все, дальше молитва, природа, добрые люди вокруг. И вы побеждаете это все с помощью этих трех сил. Удивительно, да, вот это вот люди просто все принесли вот эти все цветы. Да, это же удивительно. Вот вы сами такие хорошие, что дарите друг другу цветы через меня. Это же классно. А организаторы еще мандарины тут это тоже. И после лекции будет уже у нас пейерверк мандариново-цветочный. Это здорово. Ну давайте вот мужчины еще, вот вы. Ренщины всегда спрашивают, когда есть возможность. А мужчины спрашивают, когда уже нет выхода. на самом деле большинство ответов я просто вчера вечно получил. Спасибо огромное. Хочу немного прояснить просто ситуацию, как я сложилась в семье. У меня отец употребляет алкоголем порядка уже 20 лет. Мама так случилось, что мы защищаем в семье. Не хочу говорить про стороны, но как будто перешла. Начала тоже этим делом. А это же злой дух. Это же злой дух, он всех подтягивает под себя. Я рос с двумя старшими сестрами и старшими 1,35 2,30. И сейчас такая ситуация, что у меня они разошлись на два фланга. Одни и вторые. И между собой конфликтует очень сильно в какой-то граф. А причина? А причина в том, что отец выпивает. Вы одной из лет, как-то сказали, что есть 12 стадий, когда человек с алкоголем уже взлодпотребляет. И последний, когда может только с этой помощью. Мне кажется, что у него такая стадия, потому что я сам лично жил с ними. Ну надо сначала понять, что это болезнь. А вот настолько все естественно. Дело в том, что я со всеми выстроил хорошие отношения. Спасибо вам. Я поработал на эту тему. Я всех люблю, меня все любит, у меня все хорошо. Да, согласен. Но семья на два фланга. Я единственный человек, говорит... Единственный человек говорит, что у нас вообще одна семья, и две, и три. Ну то есть я вот как бы у меня это все хорошо, но семья в стагнации. Мама работает за какие-то гроши, отец работает за какие-то гроши, у сестер все очень странно. т.е. относительно меня все на самом деле благополучно, а относительно семьи очень странно. Вот смотрите, вам надо не приближаясь к ним слишком близко в отношениях, чтобы не сгореть. В своей молитве молиться за них. И они постепенно, потихоньку будут выползать из этого. Если же вы пойдете туда в эти отношения глубоко, они вас сожгут тоже. Потому что страдания у человека в основном они всегда связаны только с направленностью его жизни. Ни у кого из ваших, за исключением старшей сестры, она начала думать уже, как дальше жить. Ей можете дать лекции. Я всех стараюсь просветять, просвещать. Было время, когда я старался связывать, но я понял, что не ровно. Не, не, просто тем, кто человек страдает, он созревает. А вот ему надо дать лекции сразу. Не самому что-то рассказывать, а дать лекции послушать. Потому что родственник родственнику не советчик. А вот если лекции дать послушать, это работает. Это уже даст результат. Нужно еще вазы. Вазы еще нужны. Есть вазы? Или какие-нибудь банки трехлитровые. Спасибо вам за цветы. я отвечу сейчас на ваш вопрос. Не считайте себя причиной страданий людей. Не думайте, что вы являетесь тем, кто может помочь. Но также не отказывайтесь от помощи. Не отказывайтесь. Помощь ваша может быть только в сердце, в молитве. но самая главная ошибка всех людей, которые видят страдания близких родственников, которые бы должны, ну как хочется, чтобы они были счастливы, самая главная ошибка это вхождение с ними в очень близкий контакт. когда люди живут в невежестве, близкий контакт с ними сжигает вас, и вы тоже попадаете в невежество. Нужно держаться на дистанции и помогать им советами, молитвой. Ну то есть в тот момент, когда человек просит помощи, надо говорить, я тебе могу помочь только знанием. Если он скажет, давай знание, вы тогда ему приносите лекции и подбирайте именно по его теме. Сейчас просто накопите сил, потому что вы все связаны. Вот они от вас питаются сейчас удачей в жизни. От вас они питаются. Но они это неосознанно делают. Они не понимают это. Но когда они придут к кризису, к критическому состоянию, в этот момент человек захочет поменять свое представление о жизни, в этот момент вы можете сильно помочь. Но если вы думаете, что вы сейчас должны их жизни, это невозможно, потому что их жизнь протекает в соответствии с их убеждениями. Убеждения это не что иное, как русло судьбы. И это не то, что судьба совсем дорога меняется. Есть разные уровни. Есть низкий уровень судьбы, есть выше, 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 и самый высокий. Это одна и та же судьба, просто там разные уровни. На низком уровне человек живет как свинья, а на самом высоком как святой. Все эти уровни зависят от того, какого счастья человек хочет в жизни. разные виды счастья. Самое высокое счастье это отдать себя Богу служить, забыть про все, про себя, про свою жизнь, просто отдать служить Богу, самое высокое счастье. Но это все от развития личности зависит. Человек не может искусственно выбирать самая высокая счастье. Некоторые люди пытаются такую жизнь выбрать, но у них потом ничего не получается. Ну то есть надо понять на что ты способен. Вы выбрали правильный уровень своей судьбы, правильное русло, и у вас по этому все идет хорошо. Но они выбрали низкое русло и поэтому у них все плохо. Из одного уровня в другой человек переходит в результате кризиса. Он не может сразу взять и все бросить и начать подумать как дальше жить. Молитесь за них. И вы будете помогать им идти правильным путем. Со временем они его все выберут. У меня даже есть сроки примерно. Вот одна из сестер уже сейчас повернулась и скоро она начнет менять свою жизнь. Вторая младше повернется через полтора года. Отец начнет думать о том как дальше через полгода. Есть разные сроки для каждого человека. молитва это молитва это молитва отец отец не хотел сейчас уже ушел из жизни. Но я молитвой когда он ушел из жизни я его вытаскивал молитвой уже. Потому что он дальше не выбирает у него нет свободы выбора он просто получает результат своей жизни и в это время он трезвеет что это не умирает он остается живым этого не знаем я видел его и молился за него и не буду дальше рассказывать это моя уже личная отец говорил ты все равно таким же как я будешь все одинаковые я тоже в молодости думал что буду жить лучше а вот живу так как живу я не согласился с этим ну давайте вы спросите добрый вечер у меня такая ситуация про отношения сейчас ну со мной уже человек 15 лет назад мы с ним прошли такой путь у нас были отношения был старше на 10 лет с ним в Германии и очень любовь была большая но он меня предавал два раза ну не разу ты глупый и после этого у меня было связи потом я не могла доверить у меня не было доверия к мужчине и брак был я развилась потому что а к мужчинам никогда не надо иметь доверия надо просто служить заботиться развивать мужа и следить за ним внимательно что с ним происходит какое доверие смотрите куда его несет сейчас этот человек у нас спустя он пришел опять к мужу значит надо опять его смотреть наблюдать и требовать ставить условия сразу заранее да у него там брак но не живет 15 лет просто брат она в Германии живет он в России в Германии нельзя расторгать брак а что он не расторгает тогда не не боюсь потому что какая-то причина не может чтобы не дать такой уверенности что процент что я его не грошу но вы ставьте условия говорите или ты там разводишься и мы с тобой или до свидания или не до свидания или просто общаемся то есть можно рыбку тянуть пока не притянется очень сложный такой человек но тянуть можно только рыбку а не крокодила я сама знаю что я например очень не много мужской энергии не умею давать у мужчины много женской энергии если он не развит а у женщины много мужской энергии если она не развита это нормально мы все то мужчины то женщины в разных жизнях у нас разные воплощения разные тела но это не имеет никакой проблемы у вас женское тело все будете развиваться станете женственной очень не надо думать о мужской энергии своей как мужчина не должен думать о женской энергии он должен думать о том что ему помогает а не о том что мешает о чем думаем такими и становимся вы сейчас не рассказали объем работы в вашей судьбе вот Бог вам дал такой объем работы ну трудитесь а вот это вот главная проблема у всех женщин то есть они говорят давай мужика Богу Бог дает мужика она потом говорит что-то не знаю то ли надо мне с ним быть то ли не надо и и он Бог говорит ну если ты как бы так будешь себя вести тогда больше вообще ничего не получишь вот мужика дала между мужиком Бог что дает отработку судьбы начинается виток судьбы вот этот трудности какие-то нет человека нет проблем понимаете но если есть человек то начинаются проблемы вы же хотели чтобы человек был вот вспомните полгода назад как вы сильно молились чтобы был человек Бог дал человека что теперь в чем дело рыбку тянуть ставить условия глазки строить улыбаться со всей силы быть хорошей красивой и ставить условия не подпускать близко чтобы он жарился и созревал зачем отодвиньте сначала деньги потом стулья женщина должна держать мужчину на расстоянии пока он не созреет пока в нем не проснется совесть сначала у мужчины просыпается в лечении потом у него просыпается уважение к женщине а потом совесть когда совесть проснулась скажут хочу тебя взять замуж потому что совесть проснулась это значит что уже можно приближаться после росписи конечно но если вы сразу как бы его приближать к себе тогда зачем ему совесть пробуждать свою все уже он получил он теперь сам будет вам гиктовать условия потому что вы привязаны к нему становитесь а не он к вам пока семья не создана мужчина привязан к женщине как она создана женщина привязана к мужчине так вы сначала проверьте человека испытайте сделать так чтобы он вас уважал станьте сильнее одиночества будьте верьте верьте в Бога оттуда кто 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 может �낮 не кто может дон верьте как она она будет не а она подлежит Продолжение следует...